Продолжение следует... 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 Все здания, которые мы сейчас проехали, они напоминают европейские. Португальцы управляли Макао больше ста лет. Это была их колония. Поэтому старые постройки все в европейском стиле. А сколько тут казино? Много. Более 70% дохода от налогов приносят игорные дома. После того, как Макао в 99-м году был возвращен к Китаю, здесь разрешили игорный бизнес. Появилась одна лицензия, потом три. А дальше пошло-поехало. И Макао сейчас называют Лас-Вегасом. А ты здорово подготовилась. Удивить хотела. Кстати, а у нас материалы на Петерса сделаны? Уже сделано, товарищ командир. Умница. А сейчас предлагаю изучить нашего противника поподробнее. Сейчас поедем к дому Петерса. Так называют теперь принадлежащее ему казино. Ты уверена, что это необходимо сделать прямо сейчас? Я уверена. Сяо, Джо, едем в дом Петерса. Тебе не зря. Да, понял вас. Это обычный зал. Начальная ставка небольшая. Даже совсем немного можно поставить. Хотите сыграть? Сися. Спасибо. Сися. Спасибо. Это элитный зал. Начальная ставка от десяти тысяч. Но иногда бывает, что эти суммы зашкаливают за миллион. И тогда хозяин зала может удариться в бега. Полиция их ловит. Сися. Спасибо. Идем дальше. А какое это все имеет отношение к Петерсу? Петерс построил это казино на свои деньги. Значит, он очень богатый человек. Он был очень богатый. Ну, экскурсия закончена. Теперь я приглашаю вас отведать местной кухне. Ладно? Юня, а ты что-то совсем не ешь? Ты что, забыл? У меня аллергия на морепродукты. А, я забыл. Ты же у нас при одном только взгляде на рыбью чешую опухала и сразу пятнами покрывалась. Я знаю тебя очень давно и стукну очень сильно, если ты будешь шутить так же неудачно. Я что-то не понял. У вас что, одинаковые чувства ко мне? Так, меняем тему. Юнь, что там у нас с Петерсом? Хорошо. Двадцать лет назад Петерс, имея гражданство Португалии, переехал в Макао. Тогда еще это была португальская колония, и Петерс быстро тут разбогател. После возвращения острова к Китаю прибыли Петерса упали. И есть информация, что его кинули. Петерса? Хозяева вип-залов, чтобы вовлечь в игру крупных игроков, долг дают им фишки, чтобы те рассчитывались с ними после игры. Так вот, несколько игроков, бандиты или кто в родине их, набрали у Петерса этих фишек, проиграли кучу денег, но ничего не вернули. Так что он почти разорен. Тогда понятно, зачем ему так срочно понадобились сокровища Тургенева. Ну ладно. Надо уже поесть, пока еда не остыла. Хорошо. Прошу вас. Прошу. Спасибо. Вэй, это твой номер. Нина живёт через стенку. Вот это номер. Приятно, что руководство так оценивает нашу работу. Не обольщайся. Твои боевые заслуги здесь ни при чём. Просто хозяин гостиницы, узнав, что к нам едет специалист из самой Москвы, поселил вас в люксе по цене обычного номера. Так что скажи спасибо Нине. Как жаль, что я раньше ездил один сюда. Ты уверен? Ну, россиянок в Китае уважали во все времена, Ниночка. Да. С вежливостью у тебя явные проблемы. Не стреляй! Не стреляй! Боря, твою мать! Если б не такая яркая луна, я б всадил тебе пулю в лоб и даже не сожалел бы. Чего приперся? Ну, как мне тебе это сказать? Я хотел попросить. Петя, дай мне рукопись. Ты чё, прокрался в комнату только для того, чтобы попросить рукопись? Может, ты хотел её украсть? А потом передать Петерсу, а? Хорош, гусь. Да нет, Петь, ну какой Петерс? Ну, если бы ты знал, как я не верю этому Петерсу, если даже я сам принесу ему своими руками, отдам вот эту рукопись, ты думаешь, он со мной поделится? Да чёрта лысого! Тогда зачем ты приперся ко мне среди ночи в два часа? Я ведь не доживу до утра. Петя, я очень прошу тебя, пожалуйста, дай мне посмотреть. Петя, я не могу. Дай, пожалуйста, мне её посмотреть. Петя, Петя, дай! И даже не проси, ты её зальёшь слезами, и что же потом мне отдавать Петерсу? Петь, ну не глазковно. Нет. И Петя, у меня же больше ничего не нужно. Ой, хорошо, Боря. Вот тебе компенсация за твой благородный поступок. Забирай свою сраную рукопись. Петя, я не могу. Ой. Это я, Вэйпин. Что-нибудь случилось? Новости о Петерсе? Да нет, просто ты на меня не обижаешься? С чего ты взял? Ну, просто ты какая-то сегодня странная была весь день. Может, что случилось? Подожди, ты мне, ты что, мне звонишь ночью, чтобы узнать, что у меня случилось? Я переживаю за тебя. Да у меня все в порядке, ну, дурачок, даже не думай. Ну, хорошо. Ну, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе. Ой, ну что за парень, а? Ой, ну что за парень? Боря, ты жив? Ну что, ты нашел секрет рукописи? Тридцать лет своей единственной жизни я положил на то, чтобы раскрыть секрет этой рукописи. Ради нее я оставил всех своих друзей. У меня нет семьи, у меня нет даже женщины, к которой я мог бы прислониться в трудную минуту. А ты знаешь, после университета я бросил Светлану, ну, как будто из-за того, что приревновал к профессору. Тюш, на самом деле я думал, ну, вот, вот сейчас, сейчас я раскрою этот секрет. И вот тогда я, я въеду на белом коне, я буду первым, как теперь говорят, крутым. Итак, я, я раскрыл секрет рукописи, и я узнал тайну тургеневских сокровищ. Зачем мы сюда приехали? Здесь Петерс, возможно, держит Наталью Огневу. А почему ты так решила? Наружное наблюдение установило, что Петерс часто эту гостиницу посещал за последние три дня. Поэтому я так решила. И что это значит? Ты несообразительный. Зачем каждый день ездить в одну и ту же гостиницу? Юнь-юнь, ты просто умница. Здесь действительно какая-то страшная тайна. Я вот только не понимаю, как можно держать заложников в гостинице. Там же персонал. От них ничего не скроешь. Эта гостиница принадлежит тоже Петерсу. Вот оно в чем дело. Ну тогда это просто идеальная тюрьма. Слушай, Юнь-юнь, лучше бы в Москву прислали тебя вместо этого любителя кунг-фу. Мы бы давно уже раскрыли это дело. Я догадался раньше вас обо всем. Просто мне очень хотелось проверить, как у женщин работает оперативная смекалка. Спасибо тебе. Спасибо за что? Ты мне очень помог. Чем помог? Тем, что дал почитать рукопись? Нет. Нет, Петя, нет. Вот тем, что ты по-настоящему полюбил женщину. Тем, что ты смог уйти из бандитов. Тем, что ты теперь способен на большие человеческие поступки. Все. Я сегодня же, сегодня же я улетаю обратно. Рукопись. Тургеневские сокровища отныне ко мне не имеют никакого отношения. Моя жизнь, Петя, пропала. У тебя все нормально? Прикинь, ну и вляпались мы с тобой. Я-то это все время сидел в заперти. И, значит так, надо вались, бери все самое ценное, что у тебя есть и... Ну, пока этот урод не очнулся, и пошли. А что у меня есть? Что я должна забрать с собой? Ну, не знаю, ну, драгоценности какие-нибудь. А родовую печать тоже прихватить? Андрюша, Андрюша, ты же талантливый композитор. Ну, ладно, рылся в моих вещах. Я-то дура подумала, проигрался мальчик в казино, деньги нужны. А тебе, оказывается, печать нужна. Да ты не заморачивайся, ты все не так поняла. Ну, ладно, хватит этого балагана. Ты как композитор, может, что-то из себя представляешь, а как актер хуже не придумаешь. А ты молодец, раскусила его на раз, а? Это было несложно, потому что в последнее время меня окружают исключительно проходимцы и предатели. Ну что ж, Май, ты сама виновата. Вовремя надо распознавать, кого кормишь с руки. Кстати, это непростая наука. Ну что, Бетховен, я думаю, это была твоя последняя песня. Помогите таланту переселиться в рай. Стоп, всем стоять! Я так просто не дался! Кто хочет ответить, ржава? Подходи! Ну как, дозвонился? Переадресация из России в Макао, а здесь телефон выключен. Гриша позвонить хотел. Узнать Нинин телефон, но он тоже не отвечает. А я знаю, что делать. Пока вы в самолете Харе плющили, ну, в смысле спали, я занимался самообразованием, путеводитель читал. И что? Что? Я нашел дом, в котором живет Петерс. А так как Нина и Ваепин приедут сюда, его арестовывают, то мы по-любому здесь встретимся, собьем. А ты так уверен, что здесь в Макао жильцы называют своими именами здания, в которых живут? Я, честно говоря, ни в чем не уверен. Ну, а что нам остается-то, Лев? Ну, если не найдем Ваепина и Нину, хоть город посмотрим. А? Согласен. Другого выхода у нас нет. Ну, что, где этот дом Петерса? Сейчас, сейчас, сейчас. Дом Петерса. Во! Кончай его, нечего тянуть. Чего? Я хочу, чтоб ты это увидела. И чтоб поняла, что со мной нельзя играть. Со мной нельзя шутить. Смотри, смотри. Заканчивай. Я даю тебе сутки. Печать. Мне нужна печать. Заканчивай. Босс. Алло, это ты, Моника? Наконец-то ты вернулась, ага. Я вернулась не одна. Со мной люди прилетели. В Макао теперь людно. А что ты имеешь в виду? Эй, смотри. А что это они положили в багажник? Ничто, а кого? Ты думаешь, это труп? Очень плохой. Начинаем действовать. Подожди. Так мы спугнём. Надо проследить. Да. Надо следить. Тихо. Я посмотрю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот, босс, это то, что вы просили. Господин Нейман, вот ваш новый паспорт и билет на вечерний самолет в Россию. Благодарю вас. Что ж так быстро уезжаете? Летели в такую даль, а пробыли здесь всего пару дней. Что нового о Петерсе? Ничего, но информация о нем будет очень скоро. Куда это он пошел? Наверное, по нужде. С туалетами проблемы здесь. Ну что, что там у них в багажнике, посмотрим? Давайте, идем. Петерс. Что это? Это значит, что Петерс нас разыграл, как детей. Осторожно! Петерс нас разыграл, как детей. Петерс нас разыграл. А-а-а! Что? Нина, где больно? Ты как? Надо немедленно в больницу. Ну, уже быстрее! Давай, давай, давай! Давай! Опа! Давай! Держи, осторожно! Я помогу тебе! Вам туда, господин Нейман. Счастливого пути! Спасибо! Мы пошли! И тебе! Успокойся! Угрозы жизни нет. Не надо так переживать. Все будет хорошо. Это не так страшно. Я не смог защитить ее, понимаешь? Я должен был и не защитил. И сейчас она страдает. А я здесь. И не знаю, как и чем я могу ей помочь. Лёх, я вот что-то спросить хотел. Эти парни, ну, бандиты эти ваши, слушай, так классно дрались. А что за прием, я не понял. Тот, который повыше, использовал прием Циньганжа. А второй, тайное искусство Лёйжинь. У нас в кунг-фу, кто владеет этим искусством, может призывать на помощь небесных и земных духов. Оружие бесполезно. Ага. Здорово. А ты так можешь? Чуть-чуть могу. Ты, брат, меня, конечно, извини. Но я в духов-то не верю. Вот объясни мне то же самое с точки зрения материализма, а? Вот, предположим, я тебя колю. Я тебя колю, а ты не колешься. Значит, ты при помощи своего сознания аккумулируешь энергию, ну, в какой-то там конкретной точке, да? Ну, сейчас. Во, допустим, это нож. Я тебя колю, давай. Ну, ну, давай, ну. Давай. Лёх, Лёх, как ты это делаешь? Ну, скажи, ну, будь человеком, мне вот так надо, ну, пожалуйста, ну. Я прошу вас, немного тише. Извините. Всё, молчим, молчим. В него пошёл тюрьмя. Доктор. Как она? О, в порядке. Мы провели полное обследование. У неё перелом, но внутренних повреждений нет. Вот так. Спасибо, доктор. А можно её увидеть? Конечно, она вас ждёт. Сегодня она останется у нас, а завтра, если не будет осложнений, вы сможете её забрать. Спасибо. Угу. Спасибо. Ну, вы такие, что вам надо от меня? Отпустите же вы меня! Как вы не смеете, что вы делаете? Врач сказал, что это не страшно, но тебе надо будет отдохнуть. Есть одно лекарство, обязательно надо будет тебе его попить, называется Сан Ци, а ещё Дан Гуй и Хэ Цзи. Делается по особой технологии. Хорошо восстанавливает кровь. Брат, ну ты даёшь, ты думаешь, она что-нибудь понимает? Нет. Да, я, пожалуй, увлёкся терминами. Скажи Нине, что я сам для неё достану это лекарство и расскажу, как его принимать. Нин, Лёха, брат, говорит, что принесёт тебе завтра чудодейственный эликсир, настойный на высокогорных травах у Даньшани самого. А ещё он создан под тайным рецептом древних монахов. Ага, короче, все мужики твои будут. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Ну, отдыхай. Сил набирайся. До завтра. Дайте человеку отдохнуть. Пошли. До встречи. Угу. Очень больно. Спасибо. Уже всё хорошо. Я хочу кое-что объяснить. Давай не будем, а? Я очень устала. Извини, мне надо отдыхать. Ну, хорошо. Тогда я ухожу. Угу. Нина, ты держись. Угу. Пока. И поезд унёс, там без меня догорают осины. Мир, жёлтая грусть. Мир, жёлтая грусть. Мир, жёлтая грусть. Мне оставаться. Мне... Так вот, где печать. Ну, хитра. Да, ничего. Хорошо придумано. Сяв папашу. Да-да. Господин, гость уже здесь. А, приехал, значит. Ну, что ж, зовите. Зовите его. Хорошо. О, как здесь круто. И что же тут делают эти бравые парни? Новости смотрим. Присоединяйся. Йоня, а ты? Не видишь, я загораю. Эй, ну... Эй, отойди, а. А, ты что так долго? Не могли расстаться? Да нет. По-моему, она за что-то обижается на меня. И правильно обижается. Потому что ты глупый. Это почему? Какой же ты. Да любит она тебя. Ну, ладно. Мне еще на работу надо заскочить. А здесь, чтобы порядок был. Пока. Давай. Давай. Пока. Подожди. Спасибо вам, ребята. Отдыхайте. Я с вами еще свяжусь. Ага. Пока. Пока. А с Ниной это серьезно? Что серьезно? А ты что, не понимаешь? Йонь-Йонь, ты о чем сейчас говоришь-то? Не строй из себя дурака. Ну, с Ниной мы работаем вместе. Ну, ходили в кино, и что? А то, дорогой, что ты так себя ведешь, будто ты ее муж. Да ладно. И мне это не очень приятно. Ой, ну хватит уже. Хватит? А может, хватит тебе? Йонь. Слушай, ты мне друг. Прошу тебя, помоги мне. Разве не видишь, ты мне не друг. И уже давно ты мне не друг. Подумай об этом, милый. А я пошла. Ну, а я жду-жду, а ты не приходишь. Пришлось ребят позвать. Ну что, молчишь? Нехорошо, нехорошо, Натанович. Ой, нехорошо. Боря, ты ответь. Ну, бери телефон. Кто-то беспокоится о тебе. Ну, нехорошо. Ну, ладно, я не гордый. Я возьму. Алло. Наверное, женщина. Да, женщина всегда бросает трубку, когда проблема возникает. А может быть, это твой партнер, а? Может, это тот партнер, которого ты обманул? Кстати, царь не знает, что ты играешь на меня. Ой, мы с ним посмеемся, когда встретимся. Ты лопух. А ты знаешь, что делают с лопухами? Ну, что ж, я вижу, что ты не рад нашей встрече. Но ничего страшного. Надеюсь, вы с царем уже привезли рукопись, кстати. А ты изучил ее? Нет. Неужели твой друг не показал тебе эту рукопись, а? Поверь мне, я не видел рукопись. Я просил Петра, но он отказал мне. А я, наоборот, показал тебе ее. И знаешь, почему? Потому что так легче хранить секрет, меньше ответственности. Скажи, ну зачем ты разыгрываешь сейчас вот это представление, а? Сейчас ты отпускаешь Наталью, и рукопись у тебя в руках. Все, понимаешь? Нет, не все. Мне нужна не рукопись, а сокровище рода Тургеневых. Ну поверь мне, пожалуйста, я не знаю ничего про сокровища Тургенева. Хорошо. Давай говорить, как деловые люди, да? Секрета рукописи я не знаю, но если тебе нужны деньги, у меня есть деньги, у меня есть картины, у меня есть недвижимость, и я готов добровольно тебе все это передать, понимаешь? Вот только как-то, чтобы выйти вот из этой некрасивой истории, хотелось бы живым извини, конечно. Ты и так все отдашь и подпишешь. Но я вижу, что вы устали, не можете вспомнить. Вот мастера кунг-фу, они тебе помогут принять правильное решение. Мастера кунг-фу, они тебе помогут принять правильное решение. Мастера кунг-фу. Не двигайся! Идиоты! Вы что, не видите, что это мой брат? Извинить, Лешевыхая, мы не хотели. Запомните, уроды, этот человек спас мне жизнь. Всем, что есть у меня сегодня, я обязан ему. Достаточно. Инцидент исчерпан. Да если бы не брат, сегодня вечером вы бы уже отправились к дьяволу, в преисподнюю. Что ты здесь делаешь? Я пришел к своему брату. Мог бы предупредить, я тебя встретил. Не понял. Что ты здесь искал? Что я здесь искал? Я искал тебя. Думал, помощь требуется. Я хочу остаться один, ты забери своих парней. Здесь опасно одному, брат. Все, что тебе нужно, мои парни сделают. Брат, я хотел как лучше. Ты, ты только скажи. Не надо. Зачем искал? А, информация есть одна. Петерс часто бывает в одном и том же месте в последнее время. Раньше он туда вообще не приезжал. И у нас есть предположение, что Наталья там. Надо бы проверить. Ага, обижаешь. Уже все сделано. Я уже послал туда двух своих людей. Дадут весточку. Как только что узнаю, ты не расстраивайся. Я тебе обещаю, мы выручим твою Наталью. Не сомневайся. Пойдем куда-нибудь поедим, а? Нет, не хочу, я устал. Перестань. Хорошо. Тогда я пойду. А ты, брат, ложись. Спокойной ночи. Принеси пачку патронов, мои паленые. Как скажешь. Привет. Ну что, едем за Ниной? Да, ей ее выписывают. Тогда вперед. Угу. О, куда собрались? Ну как же тебя встречать? Как ты сама ушла из больницы? Ну а почему бы мне самой не прийти? Ноги-то у меня, слава богу, целы. Так только, ерундовый переломчик. Ерундовый переломчик? Вэйпин, спасибо за заботу. Я так больше не буду. Ну что, давайте начнем совещание. Вы уже выяснили, кто на нас напал. Очевидно, что вчерашние двое, это люди Петерса. Видимо, это было показательное выступление. Для устрашения. Этот Громила, если бы хотел, одним ударом бы меня убил. А тут только покалечил. Я думаю, Нина права. Петерс хотел запугать нас. То есть показать, что он уже в курсе того, что мы за ним следим. А наглющий-то какой. Не, ну не дурак же он, должен же понимать, что он палится. Как это? А, ну как, палится это, ну, следы оставляет. Да какое ему дело до этих следов? По-моему, он не собирается оставаться в Макао. О чем вы сейчас говорите? Он собирает сейчас весь пазл. Но как только в его руках окажутся и рукописи, и печать, и завещание, он отправится за сокровищами и никогда больше не вернется в Макао. Ты знаешь, что я делаю с несговорчивыми людьми? Я развязываю им язык. Это больно. Но есть другой вариант. Мне от тебя нужен пустяк, но сущий пустяк. Где фамильная печать? Ну, всего-то. Ну, где она? Я не знаю ни о какой фамильной печати. Я вообще не понимаю, о чем ты меня просишь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Жалко. Жалко. Не хотел тебя мучить, но раз не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Мои парни такие. Они любому и мертвому язык развяжут. Шеф, Нейман уже готов говорить? О, хорошо. Вот видишь, обо всем можно договориться. Было бы только желание и умение. Вот и все. Ну, все, дочка, мне сейчас нужно говорить с одним товарищем, а ты иди. Иди, забирай ее. И постарайся все припомнить, где фамильная печать. Прошу вас, пройдемте. Пойдемте. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok